Итак, ребятки, всем привет! Сегодня будет мега популярная тема, которая, ну, зайдет всем и каждому. Это будет вот топ инструментов, которые необходимо иметь в каждом доме, в каждой семье. И даже если у вас есть мужа, при виде вот такого набора, он у вас наверняка обязательно появится. Каждой женщине поможет! То есть вот эти инструменты, раз, два, три, четыре, короче, вот эти инструменты обязательно вам нужны будут. Если у вас есть свой дом, если у вас есть дача, если у вас есть квартира, обязательно у вас появится необходимость этот инструмент использовать. Если он у вас будет, вам будет все гораздо проще сделать или что-то отремонтировать. В лучах оконного света, так близко кажется небо, когда к вам зашли к мужские игрушки, скупил бы здесь все. Вот давайте мы поговорим о топе инструментов, которые вам сто процентов понадобятся. Итак, ребятки, поехали! Одним из главных инструментов, который должен быть в доме, это, конечно же, рулетка. Обычная рулетка, лучше ее иметь, 10-метровую, для того, чтобы вы могли замерить все и вся. Вы знаете, даже для того, чтобы купить жалюзи, для того, чтобы купить шторы, для того, чтобы купить плинтуса или заказать кухню, вам нужен будет такой инструмент, чтобы сделать правильные, четкие замеры и потом что-то не переделывать. Значит, смотрите, рулетку самую дешевую брать, конечно же, не стоит, потому что ее вам просто-напросто хватит ненадолго. У нее самое простое обычное покрытие, она очень быстро стирается, очень быстро ржавеет, соответственно, она быстро придет в негодность. Вот, смотри, вот хорошая цена, в принципе, 10-метровой рулетки, она 750 рублей стоит, она точно будет в ногу. Хорошо видны все цифры, широкие рисочки, то есть, однозначно, она прослужит долго, удобные зацепы. Вот здесь можно зацепить и этой стороной, и этой стороной, для того, чтобы можно было правильно сделать все замеры. Берем. Берем. Итак, если у вас нет карандаша, строительного карандаша, то вам нечем будет записать те размеры, которые вы померяете рулеткой. Или нарисовать на стеночке, где что у вас должно располагаться. Поэтому карандаш должен быть обязательно. По ночам тиши, точу карандаши. Карандашей выбор небольшой, вот они, в принципе, вот такие вот строительные карандаши красненькие, они все стандартные. Потом берем такие, и даже о них долго не дискутируем. Цена. Цена 43 рубля за такую пачку, здесь 12 штук. За упаковку 12 штук. Кто возьмет билет в пачку, тот получит. Водокачку, всего лишь за 43 рубля. Какой смысл в карандаше, если нет обычного малярного ножа, чтобы наточить тот же карандаш, правильно? Отрезать обои, подрезать, да подрезать все, что угодно. Классная вещь, острая, очень удобно пользоваться. И, в принципе, недорогая. Должен быть в каждом доме 100%. Малярный нож, он еще как-то называется, как-то еще по-другому называется. Тайфик с ним, как он называется. Вообще, в принципе, вот такой вот. 200, да, 200-250 рублей, это нормальный нож, который можно спокойненько взять, им работать. Вот, если у вас же, конечно, вам нужно резать что-то очень толстое, там, линолеум или, я не знаю, еще толще, чем линолеум что-то. Вот, то есть рубероид или, там, гидроизол. Вот нож трапециевидной формы, то есть у него лезвие идет как трапеция. Они вот сюда вот вставляются, запасные вот эти лезвия. Здесь жесткое абсолютно лезвие. Оно точно, когда вы будете на него сильно дымить, оно у вас не сломается, и вы не поранитесь. Поэтому для таких более грубых работ нужно использовать нож покрупнее, с более толстым лезвиями. Ребятки, тут такое дело. Мы очень часто в роликах говорили о том, что мы занимаемся проектированием. То есть не только строительством, а мы еще создаем проекты для наших заказчиков. И оказалось, что людям эта тема интересна. К нам начало обращаться много народу по поводу проектирования. Наши архитекторы просто не справляются с таким наплывом людей. Поэтому мы приглашаем к нам в команду хороших, толковых. Так, секундочку, отключу этот телефон. Поэтому мы приглашаем к нам в команду хороших, толковых архитекторов, которые точно знают свою работу. Стрессоустойчивых желательно, потому что все-таки мы строители. Это необходимая вещь. Зато у меня нервы. Приглашаем к нам в команду с нами поработать, попробовать. Нам нужны очень сильно сейчас архитекторы и конструкторы в том числе. Также мы приглашаем к нам на работу строительные бригады. Кто хочет поработать? Я! Если у вас руки растут откуда надо, если у вас голова на плечах, и у вас сработанная команда, мы вас приглашаем к нам. Давайте попробуем сотрудничать, давайте будем строить, давайте будем снимать ролики и показывать, как мы умеем строить, как мы хотим строить, чтобы заказчикам это все нравилось. Отвертка, поменять выключатель, поменять розетку, открутить какой-нибудь саморез, подремонтировать табуретку, без отвертки вы ничего не сделаете. Наверное, самые маленькие отвертки выбирать вот такие вот смысла не имеет. Вам наверняка понадобится плоская отвертка, вам 100% понадобится крестовая отвертка. Это как раз вот средние размеры. В принципе, можно взять абсолютно спокойно и приобрести набор. Где у вас будут не только насадочки всяких разных размеров и всяких разных форм, а также у вас еще будут головочки и насадочки вот такие вот под гайки разных размеров. Ну и на самом деле, если у вас есть шуруповерт, это вообще шикарно. Потому что он вам заменит и частичную дрель, и ту же отвертку. Вам не придется это делать вручную. Шуруповертом это гораздо удобнее и быстрее. Ну, конечно, шуруповертов или аккумуляторных дрелей тоже великое множество. Их вообще, в принципе, много разных. И по мощности, и по производителю, и по форме. Средняя цена хорошего шуруповерта это где-то 7-10 тысяч рублей. 7-10 тысяч рублей. Это будет хороший шуруповерт, который вам прослужит точно долго. Но опять же, если вы часто занимаетесь этими работами. А так, в принципе, за 4-6 тысяч рублей можно взять нормальный шуруповерт и выполнить им все работы. Все мелкие работы в доме без привлечения какой-то дополнительной строительной техники. Вот. Что берем-то? Берем, ну, в принципе... Вот Бошевский, смотри. Он маленький, легкий, удобно лежит в руке. И для каких-то вот таких вот домашних дел его хватит абсолютно нормально. И не нужно ничего более мощного. Поэтому... 6-6 тысяч рублей. Да, примерно вот за 6. Ну, вот смотри, есть чуть дешевле. Вон 6-7... А, ну вот металловский уже подороже. Короче, за 6 тысяч нормальный это вот шуруповерт. Все, берите за 6 тысяч шуруповерты. А для того, чтобы не поранить руки, конечно же, нужно использовать перчатки. Одеваете и чистенько, и ручки целы. Операции чистых руки. А лучше иметь пачку перчаток, потому что они всегда стираются. Они всегда где-то лежат не там, где надо. Они всегда теряются. А когда пачка есть, в любой момент взял новую пару, работаешь чистенько и красиво. В принципе, вот такие стандартные перчатки. Они продаются на любом рынке. Цена их довольно-таки приемлемая. Они стоят в районе... В районе, не помню, 30 или 35 рублей сейчас за одну пару. Ну, и, соответственно, довольно быстро. Почему здесь они по 7.8? Ну, возможно, сейчас они стоят дороже. Я, честно говоря, давно не приобретал их на рынке. Вот, поэтому не могу точно сказать сегодняшнюю цену. Вот. Но, в принципе, их хватает тоже относительно ненадолго. Потому что вот этот слой, который здесь сделан, этот облив резиновый, он довольно-таки непрочный, быстро стирается. Особенно, когда вы работаете там с саморезами, с гвоздями, с железными какими-то с арматурой. Вот. Если вы хотите все-таки продлить жизнь своим перчаткам, смотрите. Вот, это вот перчатки намного, намного качественнее. Они намного лучше держат. У них тоньше сама по себе вот эта вот матерчатая основа. То есть не так руки у вас потеют. И сами по себе они тоньше. Ими удобнее просто-напросто делать какие-то манипуляции, чем теми. Абсолютно точно. Сам с ними работал, зная, что это такое. По 3 рубля. Ну и, конечно же, если вам нужно где-то что-то откусить, зажать, подкрутить, нужно иметь плоскогубцы. Пускай они будут небольшими, пускай они будут 100%. Это очень удобная вещь, очень часто пригождается. Особенно, когда под рукой нет какого-то ключика, того же шуруповерта или той же отвертки. Можно плоскогубцами много чего сделать. Конечно же, не забываем, что самый дешевый инструмент, он в принципе предназначен только для красоты. И, ну, стало больше для понтов, да, для того, чтобы показать, что у тебя, в принципе, есть инструмент. Поэтому на самый дешевый инструмент смотреть не нужно. Если вы его, конечно, не хотите использовать всего лишь один раз и потом просто выбросить. Ну, или подарить какому-нибудь самому хорошему другу, да. Вот. Плоскогубцы, ну, плоскогубцы тоже, они бывают разные по своим размерам. Больше, меньше. От этого зависит и захват, который можно сделать плоскогубцами, вот. И, в принципе, не забываем, что у плоскогубцев есть вот такие вот острые ножи, которые можно там отпустить, провод отпустить, кабель какой-то. Короче, они работают как кусачки. Можно и палец даже, и можно не только палец отпустить, если плоскогубцы, конечно, очень сильно расходятся. Вот. Поэтому, в принципе, средний размер плоскогубцев для дома будет, я думаю, вполне достаточно для того, чтобы самому сделать какой-то, какой-то мелкий ремонт, не обращаясь к специалистам. Кстати, один из немаловажных инструментов – это вот такой вот разводной ключ. Потек у вас смеситель, нужно поменять кран или нужно поменять какой-то шланг на том же душе. Для того, чтобы это не мучиться, не делать руками, тем более, что руками чаще всего это будет невозможно. Вот таким вот ключиком вы сможете открутить любую гайку, поменять любой шланг. Вот так вот. То есть ключи разводные, они бывают разные по своим размерам, разные по своей, в принципе, конфигурации и по своей системе работы. То есть он может быть разводной, он может быть газовый ключ. И, соответственно, вот эти размеры, на которые раздвигаются вот эти вот губы ключа, они, то есть зажимные вот эти вот плашки ключа, они тоже совершенно разные. Но для, в принципе, можно иметь такой один универсальный ключик. Он называется, где он? Я его вот здесь вот увидел. Вот такой вот универсальный ключик можно иметь в доме. Наверняка вы с ним сделаете тоже очень много разных работ. Он лучше, чем тот, чем, потому что им можно гораздо больше обхват взять, понимаешь? И зажать, да. И зажать, да, и он сам себя зажимает. То есть он работает и как плоскогубцы, и как ключ, в принципе. Очень удобная штука. У меня лично дома такой есть. Я таким пользуюсь, и мне его вот так вот хватает. Это нужная штука, ножовка, конечно же. Для того, чтобы, особенно на даче или если у вас собственный дом, подпилить какую-то веточку, отпилить какой-то кустарник, кусок доски для чего-то подпереть. Ну, не знаю. В общем, ножовка, она тоже нужна. Ножовки бывают тоже совершенно разные, как по длине самого полотна, так и по размеру зубьев, которыми вы работаете. То есть зуб, когда он более мелкий, он нужен для более тонкой работы, более чистой работы, более большой зуб. То есть им легче пилить какие-то объемные вещи. Вот. И плюс ко всему, плюс ко всему, конечно же, не нужно забывать про стоимость. Дешевая ножовка вам нужна только для того, чтобы повесить ее на стеночку, показать, что она у вас есть, что вы настоящий хозяин. Ножовкой вы обладаете. Вот. Но пилить вы с ней много не сможете долго. Поэтому, конечно же, лучше выбрать ножовку, ну, где-то в районе тысячи рублей. Тогда это будет точно хороший абсолютно инструмент. Или в дополнение к ножовке можно использовать вот такой вот электрический лобзик. На нее можно подобрать любую пилку, любой длины. Они бывают и длиннее. И также любую доску отпилить, любую веточку отрезать, любой кустик. Япона мать. Чего выбрать это? Рома, как выбрать лобзиков? Хрен его знает на самом деле. Я выбираю по цвету. Вот так. Короче, лобзиков тоже на самом деле много и производителей, и по их, по своему размеру, и по мощности. Поэтому не нужно брать сильно дорогое для дома. Ну, конечно же, желательно, чтобы это был хоть более-менее какой-то известный производитель, известный бренд, чтобы не просто один раз пильнул, показал. Вот, допустим, вот Black Decker. Black Decker, да, это хорошая, в принципе, хорошая техника. Я бы, наверное, поставил Black Decker на уровне примерно с Bosch или со Stanley поставил, а Bosch уже, ну, чуть-чуть, наверное, получше будет. Хотя ценовая политика... За 600 рублей не берем? Нет, за 600 рублей мы абсолютно точно не берем, потому что им, наверное, можно будет только подсвечивать, если у него есть фонарик. А у него за 600 рублей даже фонарика нет, поэтому мы точно его не берем. Ну, конечно же, перед тем, как отпилить какую-то доску, нужно ее правильно разметить. Но нет ничего удобнее вот такого вот уголка. Это, конечно, большой уголок, можно использовать уголок поменьше, но при помощи этого уголка можно задать правильный угол 90 градусов. Также можно нарисовать угол 45 градусов за счет вот этой кромки, и у вас будет все ровненько, четко, сделано все по линии и по размерам. Ну, смотрите, вот это вот, опять же, цена, да, вот его стоимость, вот его гибкость, это его стоимость. Соответственно, 90, ну, 100 рублей стоит такая штука. Для нечастого использования вам хватит, если вы довольно часто занимаетесь какими-то измерениями или отметками при помощи уголка. Нет, это чепуха, вы его когда положите на поверхность, он выравнивается, это, в принципе, удобно. Вот, но, опять же, очень быстро стирается вот этот вот слой, на котором сделаны все эти рисочки, ну, и может начать ржаветь. Есть алюминиевые уголки, они стоят, конечно же, подороже, это 300, 400, 500 рублей, вот, он уже жесткий, он никуда не гнется, на нем рисочки точно не стираются, он точно не ржавеет, этого хватит вам, ну, однозначно, намного дольше. Ну, и посмотрите, как он шикарно выглядит, это же красота просто. Красота это, когда человек может удержать свою штучку в руках. Ребятки, конечно же, вы все уже отрезали, все подготовили, но для того, чтобы ровненько это все у вас находилось, подвешивалось, смонтировалось, нужно иметь уровень. Вот, при помощи уровня вы можете правильно повесить полочки, то есть сделать их, чтобы они висели у вас строго по горизонтали или строго по вертикали. Вот, 60-сантиметровый уровень, ну, нормальный уровень тоже стоит где-то вроде 800-1000 рублей, и перед тем, как вы его берете, возьмите несколько уровней, просто-напросто проверьте, чтобы вот эта часть, во-первых, она не болталась, как вот эта часть, так и эта часть, в уровне она не болталась, не крутилась, ну, и чтобы хотя бы несколько уровней показывали одинаковый горизонт или одинаковый вертикаль, тогда наверняка у вас это все будет ровно четко работать. Я специально взял такой уровень, я же знаю, за что браться, вот, но вообще, ну, это хороший, качественный, дорогой уровень, фирменный, поэтому для дома такой, я уверен, на 100% не нужно, можно здесь что-то подешевле, вот в районе 1000 рублей, тоже абсолютно хороший материал, он алюминиевый, легкий, также имеет и горизонталь, и вертикаль, поэтому абсолютно спокойно, можете себе такой брак или таким работать. Чтобы повесить полочку или карниз, или жалюзи, что нужно сделать? Конечно же, просверлить отверстие, для этого мы используем перфоратор, кстати, сейчас перфораторы есть, также аккумуляторные, которых, в принципе, для домашнего использования, для дачного использования будет вполне предостаточно, вот, ну, учитывая наши объемы работ, мы используем сетевые инструменты, нам так, в некоторых, в некоторых вещах, в некоторых моментах гораздо проще и надежнее работать. Смотрите, очень удобный перфоратор, держится одной рукой, в принципе, легкий довольно, и имеет дополнительную ручку, ну, вообще, классная вещь, стоит он в районе, вот, 5600, я бы себе такой точно взял. Итак, мы с вами все разметили, у нас все красиво находится по горизонтали, у нас все красиво находится по вертикали, высверлены аккуратненькие отверстия перфоратором. Сейчас нам что нужно? Конечно же, что-то забить, поэтому мы забиваем пластиковые дюбеля, или деревянные, но лучше пластиковые, и заворачиваем туда саморезы. А чем мы заворачиваем? Не будем же мы играть с отверткой, конечно, мы используем шуруповерт, который у нас обязательно в хозяйстве есть. Чем больше вам нужно работать молотком, и чем больше, там, скажем, гвоздь вам нужно забить, или что-то сломать покрупнее, то, конечно, лучше взять молоток потяжелее, лучше использовать молоток грамм 800 хотя бы. Вот таких вот примерно размеров молоточек, ну, вот это вот хороший, четкий, классный инструмент. Стоимость молотка 2354 рубля, для понтов можно взять и такую штуку домой, но если берете такую штучку, обязательно не забудьте взять с собой ценник. Вы забили гвоздь, забили его криво, чтобы его вытащить, что нам нужен? Конечно, нам нужен гвоздодер, и чем он мощнее, тем легче вам будет вытаскивать гвозди, и вообще, в принципе, если нужно что-то демонтировать, это такой вот, ну, очень нужный инструмент, когда нужно что-то сломать без сохранения материала. Поэтому это точно нужная вещь в хозяйстве. Ребятки, смотрите, какая красота. Вот такой вот маленький гвоздодер, оказывается, можно найти в магазине. Ну, я думаю, что это больше декоративная вещь, чем рабочий инструмент, но, тем не менее, такое бывает, и это классно, я себе такой бы купил бы. Так, но для домашних условий, для домашних работ, вот такой гвоздодер, вот таких вот средних размеров, примерно 50 сантиметров, с таким вот углом для вытаскивания гвоздей, и с таким вот углом для того, чтобы можно было что-то отколоть, это очень удобный будет. И рычага, в принципе, хватит, чтобы что-то демонтировать, и гвозди вытащить, и недорогой, и удобный. Вот его стоимость 562 рубля, хорошая стоимость, и, в принципе, материал тоже хороший, из которого сделан данный гвоздодер. Еще один немаловажный инструмент в хозяйстве – это болгарка, потому что на каждом участке, в каждом доме, да что там в доме, в каждой квартире найдется какая-нибудь вещь, которую нужно отпилить болгаркой. Будь это пластиковый карниз, это очень просто этим сделать, или пластиковый плинтус, будь это какой-то пруток арматуры, будь это какая-то шпилька, или уголок, в общем, вот такая вещь вам нужна обязательно. Еще классно точить ножи им, это абсолютно точно. И вот этой болгарки со 125 диском вам вполне хватит для того, чтобы там что-то отрезать, отпилить, больше вам тут вряд ли понадобится. Если что, возьмете у соседа, у него же наверняка есть, да, заодно и будет повод встретиться, поговорить, пообщаться. Сюда. Не плохо. Болгарки маленькие по 125 диск стоят в районе вот 3,5-4,5 тысяч рублей. Смотрите, у нас есть болгарки, то есть вот такие вот шлейф-машинка называется, отрезная, да, которая работает на аккумуляторе. Для дома, возможно, что вам хватит и такого, да, она будет подороже, есть ли смысл за нее переплачивать или нет, конечно же, решать вам. Она будет дороже только из-за того, что здесь используется аккумулятор. И все. И еще очень часто, обратите внимание, при выборе такого инструмента, цена указывается только за инструмент, а аккумуляторы стоят отдельных денег. Обратите на это обязательно внимание, чтобы потом не попасть в неприятную ситуацию. На самом деле топор, это тоже нужная вещь, потому что не всегда можно подобраться ножовкой, не всегда можно подобраться лобзиком. Иногда просто нужно какой-то куст грубо его обрубить, чтобы он на участке вам не мешал, не загораживал вам свет, не загораживал вам соседей, не загораживал вам лес. Ну, вообще, в принципе, это нужная вещь, можно заточить колышки какие-то для того, чтобы забить и обозначить какую-то территорию. Можно, в принципе, нарубить дрова для шашлыка. Абсолютно классно. Вкусных вам шашлыков. Иногда не сразу получается. Это еще что такое? Ребята, там, где Рома учился, я преподавал. Ребятки, на самом деле, конечно же, это тоже очень важный, необходимый инструмент, когда у вас есть дача, когда у вас есть свой дом. Когда вы весной приезжаете на участок после обильных дождей, после таяния снега, обычно трава идет в рост. И для того, чтобы навести красоту на своем участке, конечно, вам понадобится вот такой вот инструмент, вот этот триммер для того, чтобы скосить траву на участке, сделать красивенький газончик и потом наслаждаться жизнью. Итак, ребятки, наверняка вам этот ролик зашел, наверняка вы для себя приняли решение, какой инструмент вам нужнее или какой вам инструмент вообще, в принципе, может не понадобиться в хозяйстве. Хотя я уверен, что хоть один раз в жизни, хоть один раз там в три года вы воспользуетесь абсолютно всем тем инструментом, о котором мы говорили в этом ролике, который мы показывали. И, кстати, напишите ваши комментарии, было бы очень интересно послушать ваше мнение, может быть, какой-то еще есть инструмент, который необходимо добавить именно в обязательный инструмент, который нужно иметь дома. А может быть, какой-то мы лишний инструмент сюда приписали, так от себя добавили. Нам было бы интересно об этом почитать, обсудить этот вопрос именно с вами. Поэтому ждем ваших комментариев, ставьте, ребята, лайки, подписывайтесь на канал. Всем счастья и хорошей погоды! Субтитры сделал DimaTorzok